Смотреть можно, руками трогать разрешено. Уникальная возможность для всех желающих прикоснуться и даже посидеть в настоящих истребителях. Не все выставленные экспонаты, как может показаться, списаны в музей. Этот боевой вертолет Ми-28 стоит на вооружении и сюда добрался своим ходом из Кореновска. Последняя модификация. На носу установлены мощные прицелы-тепловизоры. Говорят, в километре могут засечь человека с зажженной сигаретой. Но самое важное – это защита экипажа. По сути, пилот и штурман сидят в бронекапсуле. Летчик защищен от головы до самых ног полностью. То есть, может не беспокоиться. 30 мм спокойно броня выдерживает, практически не разрушаясь. Как бы так. Также, если какие-то взрывы, попадание ракет, осколков, вертолеты нипочем. В честь 80-летия свои двери открыло Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова. За все время работы здесь подготовили больше 27 тысяч специалистов. Те, кто хочет пополнить эти ряды, могли прямо в палатках на аэродроме узнать, что необходимо для поступления. Кроме этого, в рамках патриотической акции работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Если все устраивает, проходишь тест, подаешь документы – и ты в армии. Из общего числа, приходя кандидатов и военнослужащих, получившихся из них, где-то 90%. То есть, те, которые от заявления до части прошли. Служить в российской армии действительно стало престижно. Четкая организация, неплохие зарплаты, современное оснащение. Вооруженные силы России всегда были гордостью нашей страны, замечает Вениамин Кондратьев. Губернатор края вместе с остальными людьми пришел на праздник в летное училище. Народ и армия едины. Мы об этом часто говорим, об этом часто слышим. На самом деле, народ, страна, нуждается в сильной армии. А сильная армия нуждается в сильной стране, в сильном народе. Страна, держава. Если она хочет оставаться державой, должна иметь мощную, сильную армию. С приходом нашего президента Владимира Владимировича Путина началась модернизация уже российской армии. У нас появилась новая техника. У нас появились новые рода войск. И сегодня мы имеем современнейшую армию, модернизированную, оснещенную. И можно смело сказать, что у нас не одна из сильнейших армий мира. У нас самая сильная армия в мире. Как в подтверждение этих слов, в небе сложнейшие элементы выполняют стрижи, авиационная группа высшего пилотажа. На скорости 600 км в час вираж закладывают боевые МиГ-29. Но это только разогрев от мертвой петли в синхронном исполнении шести самолетов в прямом смысле захватывает дыхание. Ювелирная работа. Только представьте, 15-тонные сверхзвуковые истребители выстраиваются в четком порядке на максимальной скорости на расстоянии меньше метра друг от друга. Ощущение, что для этих асов в небе нет невозможного. Упасть вертикально вниз с высоты, сбросив скорость, легко. Синхронно пролететь на минимальной высоте тоже без проблем. Воздушными трюками пилотажная группа стрижи поздравила с юбилеем Краснодарское военное авиаучилище. Отдельные слова благодарности за всех выпускников главной базы России по подготовке летчиков, сказал глава региона. Для того, чтобы все наши планы и мечты сбылись, должно быть просто мирным небо над нашими головами. Так вот, это мирное небо над нашими головами обеспечивают и выпускники нашего Краснодарского летного военного училища. Даже ценой собственной жизни. Высокий профессионализм, воинская доблесть, честь свойственна всем выпускникам Краснодарского летного училища. И подтверждением тому, со времен его создания 137 героев Советского Союза являются выпускниками Краснодарского летного военного училища. Эти великие традиции нашего офицерства жили, живут и будут жить в нашем летном Краснодарском военном училище. Ваш вуз опора военно-воздушных сил страны, его выпускники составляли и составляют и уверен будут составлять элиту боевой авиации России. Ну а искусные полеты в небе российских истребителей, как напоминание недоброжелателям, что красота может быть страшной силой. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар.